Чем занимается коллективный Путин? Все время они думают, как победить Украину. Как победить Украину в трехдневной войне, которая длится уже 11 лет. Они ищут идеального солдата, и в некотором роде его нашли. Это нужно четко зафиксировать, об этом будем говорить далее. Еще думают о том, кто кроме Северной Кореи придет на помощь Российской Федерации. Это тоже интересный аспект. И он как раз свидетельствует о том, что там на болотах не все так благополучно. Если все они мечтают, чтобы им кто-то пришел на помощь. А марсиане, северокорейцы, венесуэлцы, ну и так далее. Ну, думаю, что дурных нема. Мне больше всего нравится, что там на болотах начали возмущаться началом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Я прекрасно понимаю, что это дело длительной перспективы. Тут нужно много работать, и это касается как раз не войны, а наших внутренних структурных, системных реформ. То, что называется правоохранительная органа, органы судебные, антикоррупционные и так далее. Там наши послы G7 постоянно нам говорят, принимайте те законы, о которых вы обещали избирателям, ну и нашим западным партнерам. Но все-таки согласитесь, то, что своим ртом там начинают проговаривать вступление Украины, как в некотором роде абсолютную реальную перспективу, это прикольно. Все, ну вот мне интересно, а какие-то такие критерии существуют, которым Украина теперь стала соответствовать, что теперь ее надо вот срочно заточить в Евросоюз? Вот какие это критерии? Ну вот просто понять. То есть что является... Максимальный ущерб России единственный критерий. Что может принести максимальный ущерб России? Ну окей, это один критерий. Но какова постановка вопроса? Вступление Украины наносит ущерб Российской Федерации. Вы бы наоборот задались вопросом, почему от вас все бегут или бежат? Ну в общем, всячески хотят построить, выкопать ров с крокодилом, построить стену, ну и смотреть на российских товарищей исключительно через прицел. Ну да, какие времена, такие и подходы. И в этой истории сейчас, значит, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, есть один колоссально важный момент. Дело в том, что сейчас после выборов в Европарламент формируется новый состав Европейской комиссии. Ну, некоторые люди сохранят свои должности. Очень интересные кандидаты сейчас на главного дипломата Европейского Союза. И было бы неплохо, если бы Кая Каласом начало, возглавило это ведомство. Но, внимание, есть и в Европейском Союзе такая должность. Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения. В действующей команде Европейской комиссии эту должность отдали по каким-то странным причинам представителю Венгрии. Она же угорщина. Ну, то есть, дальше ничего объяснять не стоит. Теперь все может измениться. Эту должность может занять Габриэль Ландбергес, который сейчас является главой МИД Литвы. Но, если это кадровое изменение назначения состоится, это будет прекрасной новостью для нас. Уникальный момент, что сейчас в Европейском Союзе на ключевых должностях будут как раз те люди, которые горячо поддерживают присоединение Украины к Европейскому Союзу. Так что, давайте пожелаем Габриэлю Ландбергесу успехов в этом деле. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал, потому что здесь мы называем вещи своими именами. Да, российские нацисты недовольны началом переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. А сейчас происходит украинизация Финляндии, украинизация Европы. И это нужно просто принять, и с этим нужно бороться. И у них на все ответ один. Они просто хотят уничтожить нашу страну. Ну, чисто идеология Третьего Рейха. Когда-то они говорили, Москва, Третий Рим. Вообще-то, четче ситуацию описывает и Москва, Третий Рейх. Или Четвертый. Ну, в общем, тут дело не в цифрах в данном случае, а в сути. Так вот, у Владимира Путина нашелся идеальный солдат. И кто его нашел? Это в некотором роде такой образец гитлеризма-путинизма. Потому что появился военнослужащий, которого мама специально родила для Путина. Не от Путина, не путайте, а для Путина. Сережа, а не было ощущения, что то, что тогда произошло, это вообще было то, ради чего вся жизнь была? Нет. Нет. Я человек государства. Мать мне сказала, говорит, давно еще, когда еще был ребенком, сказала, говорит, я рожу три сына. Один для себя, это отец, она его называет сыном. Брат для каких-то неопределенных задач, а третьего сына, то есть меня, для государства. То, что у этого парня в голове вавка, это понятно сразу. Ну, то есть, рожать детей для каких-то неопределенных задач, это, конечно, формулировка очень и очень четкая. Причем среднего для неопределенных задач, а третьего непосредственно для Путина. Это герой России, почему-то он с заблюренным лицом. И тут сразу возникает вопрос, а чего стесняться герои Российской Федерации, раз он достиг таких высот и его так высоко ценит Путин. Но нет, личика свои они свои все равно прикрывают. Тут, возможно, это связано, что если в России человек получил звезду героя этой недостраны, то он просто военный преступник. Тут недавно в оккупированной части Луганской области посадили на 11 лет замкомандира 74-й бригады некто Ирек Магасумов. 11 лет за что? За то, что он убил с особой жестокостью 18-летнюю девчонку. И фотографии есть с Путиным, и все у него вроде как хорошо, но его, очевидно, каким-то образом все равно отмажут и отправят на войну. Там так все устроено, что тюрьмы давно опустили. Но факт остается фактом. И этот идеальный солдат выдает прекрасную логику того, что происходит на болотах. То есть мы можем посмотреть внутренний фашистский мир российских солдат. Ну, я человек государства, буду выполнять поставленные задачи государства. И то, что меня пощилили верховные, высшие награды, для меня это вывели, показали, что есть такой среди наших поисков РХБЗ. Но я делал свою работу. РХБЗ – это радиохимическая биологическая защита. Где же он отличился? Большая тайна. Но это не важно. Потому что в данном случае этот человек, ну да, это дно-дно. Ну, ты говоришь, что человек государства. Ты хочешь дальше в армии оставаться? Да, всю жизнь. Ты сижу. До генерала? Как посмотрят? Был бы маршал, был бы и до маршала. Нет, как посмотрят. Много работы надо придавать опыт. Нужно работать. Надо наращивать. Чтобы вода бить, надо его же оружием бить. Я занимался всю жизнь армейской рукопашной боем. Чтобы профессионализм добиться, ты должен побить своего противника и его же оружием. Да, да, он все-таки умственно идеальный герой России. В этой войне рукопашный бой – это как раз то, что ему поможет. Но он не такой вот законченный кретин. Потому что РХБЗ, но почему-то в качестве его же оружия, в смысле противника, то есть наше, они фиксируют эту украинскую беспилотную систему. У нас есть и командование, и наши дроны гудят, летят. И было бы неплохо, чтобы у этого индивидуума отделили его звезду от его тела. Можно по частям? Они сейчас пытаются нас подавить беспилотные летательные аппараты. Мы нарастим, и мы этим и возьмем. Сам научился уже? Да, попробовал уже, посмотрел. С другой стороны, все складывается. Беспилотные системы, РХБЗ, использование России химических всяких веществ, химического оружия. То есть логика в этом некоторая есть. Наверное, какой-то газ сбрасывали на наши позиции. И поэтому Путин восхитился. Он таких любит. Упоротых, решительных, ну и очень важно, тупых. Но этот парниша тут выдает базу, что на войну нужно отправлять молоденьких, двухтысячных годов рождения. Ну то есть, как любит Путин. Родился при Путине для Путина и умер при Путине за Путина. А сейчас вот эти вот, это уже компьютерное, это уже новое поколение. То есть, вот дети вот нашего поколения, ну точнее, тысячных годов и так далее. То есть, им это вообще легко. Они уже, вот, им это будет намного легче даваться, я так понимаю. Для меня, как для старика, скажем, мне тяжело это. Я по земле полазаю. Пожелаем ему только одного. Чтобы, когда он будет лазить по земле, украинский дрон решил проблему его мамы. А раз она родила его для Путина, ну и дальше по той схеме, которую мы обсуждали. Что еще происходит на земле? Дело в том, что нацисты, они себя проявили. Теперь новая мода. Хвастаться, как они сжигают украинские книги. И занимается это не просто кто-то, а целый человек-батут. Не путать с человеком-матрасом, который был в предыдущем видео. Помните, вот этот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах? Вот, отлично такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. А я их, когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки, я вам скажу, значит, Юность Гитлера, там, да, Майнкампф, так это вообще просто, сказать, настольное пособие, да. Значит, история всего этого, сказать, украинского, этого национализма в таких красивых картинках и прочее. Я прям сгреб мешок эти книги, сам взял, значит, бензин и поджег это. Ну, некрасиво, конечно, с моей стороны, как, значит, там, Доктора наук, наверное, книжки сжигать. Предлагаю парить для товарища Рогозина, раненого в ***, или все-таки в голову, тут не поймешь. Если он покажет эту книгу, Юность Гитлера, или, соответственно, Майнкампф, то тогда по итогам войны его не вешать. А если не покажет, ну, тогда все, как мы договорились. Убежден, что вы поддержите такое пари, ведь человек, занимающий такие должности, представитель российской вот этой ультра-националистической прослойки, то есть российский нацист, да, он же врать не будет, или будет. Хотя столько в сети, всякого видео, где он из зиги бросает, стоит с плакатами, что-то там, планетно для белых. Ну, в общем, идеальный путинский чиновник, раненый, как мы уже осознали, и в ***, и в голову. Причем сначала получил он ранение в голову. Так вот, пока эти товарищи тут размышляют о том, как они победят Украину, тут, кстати, начало попахивать новым военно-политическим союзом. Выяснилось, что еще один российский чиновник очень быстро поумнел. Оказывается, внимание, есть границы, ведь это так просто. Добрый вечер, дорогие друзья. Главный вопрос к губернатору. Как в этом году пройдут выпускные вечера? Отвечаю. В тех муниципальных образованиях, которые являются приграничными, выпускные вечера пройдут в дистанционном формате. Сами эти статы будут выдаваться в безопасном месте по согласованию с родителями, администрациями школ и администрациями муниципалитетов. В тех муниципалитетах, в которых спокойно, которые не являются приграничными, выпускные пройдут в традиционном формате. Больших праздничных мероприятий в целом в области не будет. Тоже понятно, что обстановка достаточно напряженная. В этом видео прекрасно все. Во-первых, нет портрета Путина. Где Путин? А неужели? Неужели Гавляйтер БНР что-то начинает подозревать? Какого-то Мишустина прицепили на стену? Но дело даже не в этом. Дело в том, что приграничный человек, который еще несколько лет назад размышлял на тему, что мы обязательно возьмем в рот, извините, это из другой темы, защику. Харьков они хотели взять, да. А теперь говорит, что вот те муниципалитеты, то есть территории, которые ограничены с Украиной, там теперь последнего звонка не будет. Я считаю, вот это главный тезис, который мы должны донести, что если сделать последний звонок для Путина, то и последние звонки в Белгородской области, они снова возобновятся в полном объеме. А вот пока такая ситуация. То есть санитарная, демилитаризованная зона на территории Российской Федерации успешно создается. А лидеры Российского рейха, генералы информационных войск, они думают, ну как же порадовать Путина? Вот нашли способ, нашли идеального солдата. Рожденного для Путина. Хотя тут, судя по всему, российское государство считает, что все рожденные после 2000 года рождены для Путина. Ну, цель понятна. А еще, а еще попахивает антинато, отрицательным НАТО. Я, например, считаю, что для того, чтобы наступил мир, необходимо, чтобы был создан военно-политический союз, однозначно определяющий коллективную безопасность. Ну, вот такой фантасмагорический сценарий. Если Россия, Северная Корея, Белоруссия, Иран, Венесуэла, Куба, ну, например, да? Никарага. Заявляют о том, что мы вступаем в единый военно-политический союз с единой системой представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Единая команда, не потому что реальный военно-политический союз, еще строится на том, что в случае Че, во время Че, все понимают, кто принимает команду, не осчисляет. Замах серьезный. Опять мудозвон позиционирует себя, как президент России. А Путин думает, блин, надо что-то с ним делать, потому что он таким образом подымет людей на восстание против маньяка. Потому что маньяк, ну, если сравнивать с речами Соловьева, он такой слабенький очень, решения не принимает, ядерную бомбу не расчехляет, и вообще ведет себя достаточно тихо. Время от времени поскуливает, рассказывает, что вот северные корейцы не придут, а тут эта ситуация, она может и повернуться по-другому. Начали такие появляться сообщения, ну, правда, из Южной Кореи, что инженерные войска, кем отправить Путину, ну, посмотрим, отправят или не отправят. Тут, как это, источник этой информации, он все-таки не внушает мне стопроцентного доверия. Так вот, Соловьев выдал базу, какими солдатами хочет руководить Владимир Путин. А россиян здесь нет в этом списке, потому что их стало с 2014 года значительно меньше. Но каких тут стран нету? А Китай почему-то он не назвал. И вообще, как это странно звучит, вот есть Североатлантический альянс. В основном страны стремятся туда присоединиться. А вот вокруг Рашки никто почему-то объединяться не спешит. Почему? Да потому что фашистское государство, которому, внимание, нечего предложить, кроме бомбы. Вот у нас единая система ПВО, и тогда возникает вопрос, давайте считать. Давайте считать. Вы думаете, что вы воевали с Россией, где 150 миллионов и экономика определенного размера? А вот теперь против вас НАТО. А вот теперь против вас мировое большинство. А если еще Индия поддержит, вообще замечательно. Желаете бодаться? Другой вопрос, насколько это возможно. Но как угроза, это очень интересно. То, что маньяков пошлют все вышеперечисленные страны, это ясно. Даже Александр Григорьевич, как-то странную дистанцию начал держать в отношении Владимира Путина, рассказывает публично, что ему снятся коровы, а не Владимир Путин. Ну, это же предательство, так сказать, в прямом эфире, непосредственно на скотобойне. Потому что там Финляндия и Швеция, а у нас Северная Корея. Но сразу тогда надо просчитывать их возможные ответы. И на них готовить свои возможные ответы. И считать, как шахматные партии, на 3, 4, 5 и 6 шагов вперед. Мы что-то поставим Северной Корее, а Корея поставит свои К2, К9. Мы дадим, те дадут. То есть это такая партия, где мы должны понимать точку, к которой мы идем, и быть уверены, что по дороге мы не потеряем союзников. Чтобы что-то потерять, надо что-то иметь. Ну, в связи с тем, что у российского государства фашистского союзников не просматривается в достаточном количестве. Тут Северная Корея пока мы ставим большой знак вопроса. Поэтому им это не грозит. То есть есть идеальный солдат в российской армии, но Владимиру Путину мало. Вот он хочет еще где-то за поребриком разжиться, как говорят, военной живой силой. Но особенность этой живой силы, что если она приезжает в Украину, она становится мертвой и уже не силой. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была ей Буды до побачения. Оккупантам могила. Независимо от того, с какой страны они приехали. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok